Дамы и господа, занимайте свои места, потому что нам с вами предстоит увидеть следующий титульный поединок сегодняшнего вечера бокса Весовой категории 63,5 кг между украинцем Виктором Постолом и Генрием Гланди, Соединенные Штаты Америки Весовой категории 63,5 кг между украинцем Виктором Постолом и Генрием Гланди, Соединенные Штаты Америки Весовой категории 63,5 кг между украинцем Виктором Постолом и Генрием Гланди, Соединенные Штаты Америки Менцем Виктором Постолом и Генрием Гланди, Соединенных Штаты Америки Итак, в синее угол ринка приглашается наш гость из Соединенных Штатов Америки Хенри Ланди по прозвищу Ханк Ну что ж, дождались мы главного события вечера и первым в ринг выходит Генри Ланди, гость из Америки Андрей Ланди, Соединенные Штаты Америки И в красный угол приглашается боец компании Elite Boxing Promotion Не проигравший за свою спортивную, профессиональную карьеру еще ни одного поединка, Виктор Постол Ну что ж, вы слышите, как приветствует публика домашнего любимца Виктора Постола Множество поединков он провел именно в этом зале Поэтому, конечно, этот зал можно назвать домашним для него Итак, представляю боксера Хенри Ланди, Соединенные Штаты Америки Его профессиональный рекорд 24 поединка, 22 победы, 2 проигрыша, 1 поединок свел в ничью И в красный угол Виктор Постол, боец компании Elite Boxing Promotion 21 бой, 21 победа, 10 побед досрочно А поединок за звание интернационального чемпиона по версии Всемирного боксерского совета WBC Формула боя, 12 раундов Да, не знаю, слышно вам было или нет, поэтому продублирую Алину Шатерникову У Генри Ланди 22 победы, 11 из которых досрочные И 2 поражения, одно из которых досрочное Проиграл он Джону Малини, очень серьезному сопернику А ну а у Виктора Постола 21 победа, ни одного поражения И 10 побед досрочных Ну и живенько начинается этот поединок Оба боксера, напоминаю, входят в десятку рейтинга WBC Где чемпионом сейчас является Дэнни Гарсия Временным чемпионом также является Лукас Матис Очень сильный аргентинец Вообще, эта весовая категория всегда славилась такими яркими боксерами Сейчас не исключение, новое поколение подрастает Много новых имен, но уже успевших о себе заявить Ну мы видим, тут практически никакой разведки нет Сразу пытается действовать агрессивно у нас Генри Ланди Постол мы видим, насколько выше, практически на голову Выше американца У Ланди рост 168 сантиметров У Постола метр восемьдесят Двенадцать сантиметров разницы Виктор Постол, в общем-то, выступает в своей родной весовой категории Все поединки он провел Лайт Уэлтервейт Ну а Генри Ланди, в общем-то, больше боксировал в легкой весовой категории Сейчас он решил подняться Принял вызов украинца И что интересно В эту весовую категорию, в шестьдесят три с половиной килограмма Ему не сразу удалось, что удалось вложиться На взвешивание он показал лишних четыреста пятьдесят грамм Ему дали два часа, чтобы сбросить лишний вес И он это сделал Попарился немножко в нашей баньке И мы видим, готов противостоять Постолу Конечно, перелет и сгонка веса не могли на нем не сказаться Но на это рассчитывать не нужно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Последний свой поединок Кенри Ланди проиграл в Америке еще одному топ боксеру Раймундо Бельтрано Мексиканцу Но проиграл достаточно равном противостоянии Там было сбиксируется majority decision Решение большинства То есть у одного судьи была там ничья Очень показательный поединок Кенри Ланди был против бывшего чемпиона мира Дэвито Диаса Летом 11 года Тогда Диас несколько раз потряс Генри Ланди И в общем-то шло к тому, что Диас вообще мог одержать победу в противостоянии Но вот там, кстати, Ланди продемонстрировал свои нокаутерские качества Левым прямым через руку вырубил просто Давида Диаса И вот что бросилось в том поединке Это то, что этот парень умеет менять стойки Он может боксировать как левша, так и правша Тот поединок он провел в качестве левши против Диаса Хотя вообще официально числится у нас в ортодоксах Дверг ударь Да, сюда Добро видеть Дверг ударь Дверг ударь Дверг ударь Неск один Дверг ударь Дверг ударь Как и ожидалось, мы видим достаточно конкурентное противостояние. На каждый удар украинца, американец отвечает. И тут уже, в общем-то, картина ясна, что постелу нужно работать на привычной дальней дистанции, пользоваться своим преимуществом в антопометрии. Хотя, как мы знаем, у темнокожих боксеров руки, называемые рич, размах рук, как правило, длиннее. Вообще у них конечности длиннее, как известно. Поэтому тут и на дальней постелу будет нелегко. По ланде мы видим очень быстрый, техничный, искушенный боксер. В арсенале у него практически любой удар есть. Мы видим даже вот это фехтование, тяжело выиграть сейчас украинцы. Бросился хороший двойка сейчас американец и под конец все-таки с гонгом достал украинца. Еще раз показывая и доказывая всем, что он сюда приехал не просто отбыть номер. Это не тот Сантос, который боксировал с кучером, который перепутал спарринг с боксерским поединком. Ланди приехал сюда выигрывать. Продолжение следует... Ну вот то, о чем мы говорим. Ну вот то, о чем мы говорим. Настоящий амбидекстер Генри Ланди, он сейчас взял и поменял стойку, посмотрите, он сейчас уже стал левшой, причем чувствует себя достаточно уютно в этой стойке, это очень редкое качество, и это еще один сюрприз для Постола, с этим нужно как-то бороться. Ну, я думаю, что, в общем-то, высмотрели эту особенность американца при подготовке, поэтому Постол должен быть готов. Опыт встреч с левшами у Постола имеется, и положительный опыт, и как с левшами боксировать, он тоже знает. Но все равно, согласитесь, когда соперник постоянно меняет стойки, это выводит из равновесия. Задумал что-то одно, а это уже не пройдет, нужно делать что-то другое. Другой, молодой, молодой, молодой. Продолжение вiert, но не пройдет. Продолжение вiert. американская манера ведения боя ланди это не удивительно ней тоже нужно быть готовым парень много работает корпусом качает маятник будто перчевые эластичный застать его врасплох очень тяжело конечно тут по столу нужны комбинации они у него имеется вопрос сможет ли он их проводить вот чем опасен оланди мы видим пошел вперед нету к сожалению данных о размахе рук соперников уже видно что этот на голову ниже темнокожий парень обладает длиннющими руками мы видим по прямой отходил украинец и не удалось догнать его американцу надо прийти он все время убирает голову и нехотяйся на голову ну где-то в конце раунда можно сказать 3 удалось или у противника леводит и дальше леводит 3 узко не вталкивайся не вталкивайся не вталкивайся все, узко собрано все время дергать все время нагружать все, она быстро тут отдал центр ринга намеренный американец мы видим он себя уютно чувствует на отходах работая вторая вторым номером ну вот то, о чем мы говорили длинные руки лево-боковой проходят эти американцы не сильно плотно приложился на попал ну вот ну вот хорошо жесткий удар по печени повтор от украинцев хоть и покачивает головой там оландию мол все нормально вообще меня эти удары не беспокоят но нужно продолжать если тяжело попасть в голову то конечно корпус нужно обрабатывать не убирайся на ногах не убирайся на ногах слышим как подсказывают украинцы не упираться на ногах на ногах что можно интерпретировать как работать полегче на ногах быть более подвижным маневренным все это нужно потому что мы видим насколько маневрен американец ну неумышленно толкнул соперника апостол перед этим поединком два месяца провел в мексике виктор постол провел множество спаррингов познакомился с мексиканской школой бокса ну что ж хороший раунд вы слышите аплодисменты я думаю мы можем надеяться что судьи тут видят преимущество украинца но все равно согласитесь поединок конкурентный еще раз мы видим на экранах послужные списки боксеров последний поединок виктор постол провел в америке это был кстати первый поединок его в штатах и закончился он очень быстро уже в первом раунде который апостол нокаутировал соперников но при этом что интересно дел послушаем сейчас какой счет после четырех раундов ну что ж у двух судей 39-7 по итогам четырех раундов что говорит о том что один раунд уже все таки отдали американцу один судья посчитал что все четыре раунда выиграл украинец так вот виктор постол в последнем поединке против генри аурада несмотря на то что в первом раунде нокаутировал оппонента успел еще и рефери с него снять два очка за то что якобы постол ударил соперников после того как тот уже был на конвасе спорный момент на том видео которое было в интернете этого вообще не было видно в любом случае очень быстро разобрался там постол ну а до этого конечно постол прошел очень хорошего американца ветерана одного из сильнейших демаркуса корли оппонент достойный прошел полную дистанцию именно после того поединка конечно постол конкретно поднялся в рейтингах сейчас постол у нас в независимом рейтинге боксрека занимает восьмую позицию а всего в этой весовой категории зарегистрировано 1600 боксеров ланди у нас 13 в независимом рейтинге еще раз мы понимаем что сейчас в ринге топ боксеров не только по версиям ведущих мировых организаций но и вот в таких независимых рейтингах но и и снова у нас вернулся в стойку правши генри ланди а вот он уже и левша заканчивается пятый раунд хорошо удалось обработать корпус в этом раунде украинцев александр полищук тренер виктора постова подсказывает что нужно делать кстати напоминаю что именно этот тренер готовил и много времени в общем-то уделил сергею дзензерку которая тут у нас сегодня в рингсайде присутствует на боях бывший наш чемпион мира и согласитесь и почерк александр полищука читается чем-то похож посту над за рука по манере ведения боя единственное что их отличает от то что у них разные стойки за руку нас левша хорошо удар по корпусу по селезенки от постала тут же ушел на безопасную дистанцию пританцовывает американец хорошее настроение неужели он думает что он выигрывает ему то должны уже были перевести что пока что судьи так не думают лаунде достаточно известен в америке Много боёв провёл на американском канале SPN в программе SPN Friday Night. Пятничные боксёрские бои, так называемые. Но сегодня, я думаю, у нас вечер можно назвать Megogo Thursday Night. У нас четверг. Прямая трансляция на Megogo. Интернет потихоньку замещает нам телевидение. Вошёл клинч постел, оправданно. Не нужно тут этот махач. Опасен на ближней. Да, ну нельзя не согласиться с кем-то там из рингсайда, кто советует постелу минимум три удара выбрасывать. Действительно, тут с этим американцам нужны комбинации. Один-два удара мало. Он всё видит. Тут нужно развивать свою атаку. Это сделать тяжело, понятное дело. Вот джеб. Джеб хороший. Ланди завёлся постел, пошёл отыгрываться. Хорошо. Корпус. Левый боковой от постела. И тут можно добивать. Отличный момент был для украинца. Один из самых запоминающихся в этом поединке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. nogle consort change. Звук отбивания. Зажал в углу соперника, постелу. Прорубил как следует по корпусу. Но улыбкой встречаются эти атаки американец. А, еще с правой не долетел, к сожалению. Преимущества сейчас все больше и больше украинца, согласитесь, почему-то остановился в атаках. А Генри, кроме вот этого хорошего резкого джеба, который периодически проходит от него, он ничего пока не демонстрирует. Хотя его упрекнуть в том, что он приехал без желания побеждать, пока что нельзя. Снова-таки свежи в памяти его поединке в Америке. Одно время он вообще был таким горячим проспектом, которого считали будущим чемпионом мира. Но после поражения от Реймунда Бельтрана, видимо, нет у него, не было каких-то интересных предложений, поэтому он принял вызов от украинца и даже решил побоксировать не в своей весовой категории. Хороший атака от украинца. Видимо, усталость все-таки сказывается в действиях американца. В защите он уже не такой внимательный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, требует все-таки держать руки на месте. Виктора Постола слышали подсказки тренеров. И вот сейчас рука как раз была на месте. Потому что он прошел удар в блок от Оланди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Учитывая манеру, но как раз сейчас можно сказать, что американцу неудобно боксировать против своего Апостола. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напоминаю, что на кону стоит пояс WBC. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раньше этот пояс принадлежал праве тусингванча, тайцу, который решил перейти в весовую категорию повыше. Ну, а из известных боксеров, которые владели этим поясом, ну, конечно, это, наверное, Рикки Хэттон и Мигель Котто. Также не забудем и о поле Малиниаджи. И сегодня этот пояс мы надеемся украсить талию Виктора Апостола. Пока что говорите об этом рано, поединок продолжается. И мы видим, что нашел свою дистанцию Апостол. Быстрые комбинации, сразу уход на безопасное расстояние. И сейчас себя уже уверенно чувствует украинец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Печень от Апостола лево-бокового от Американца, но там была на месте рука. Виктор выпадает капа. Украинца. Пауза, есть время продышаться. И сразу пошел в атаку Американец. Кринчует. Украинец. И это правильно. Ничего такого нету. Опасен он на ближние. И тут, конечно, Виктору можно повязать. Вот хороший апперкот. Четкий, быстрый. Еще бы такой. Джеб, джеб. Про это нельзя забывать. Передняя рука очень быстрая, хлесткая у Американца. Пошел вперед. Ланди. Причем очень настырно прет. И вот такие вот быстрые, точные удары. Конечно, сейчас то, что нужно, чтобы остановить этот прессинг. Вот чем опасен Оланди. Он, по всей видимости, все-таки рассчитывал на вторую половину поединка. Если раньше у нас центр ринга занимал постел, то сейчас мы видим такие качели. Тяжело, тяжело попасть, конечно, по этому верткому Американцу. Вот хорошая двойка, хорошая комбинация. И ноги. Ноги сейчас нужны по столу. Отличный раунд. Да, но пока что у нас пауза. Еще раз вспомним о том, какая звездная весовая категория. Этот супер лайт вейд или джуниор уэлтер вейд. 140 фунтов или 63 с половиной килограмма. Весовая категория Костя Цзю. Можно ее так назвать. После прошедшего 8 раундов. Но у нас сейчас счет после 8 раундов. 78-74. 78-75. И 79-73. То есть все-таки судьи отдают некоторые раунды у нас Американцу. Но в целом по очкам выигрывает постел. И понятное дело, что сейчас шанс выиграть этот бой у Ланди, наверное, только досрочно. Остается. Но посмотрите, как активизировался Ланди по прозвищу Ханк. Если переводить это прозвище, то, в общем-то, получается моток. Непонятно, моток чего. Но пока что постел этот моток разматывает. У Ланди хорошая матерская карьера. 65 побед, 5 поражений. Был он и чемпионом Golden Gloves, золотые перчатки штата Пенсильвания. Был серебряным медалистом национального чемпиона золотые перчатки. Ну, а вообще, раньше этот американец занимался футболом. Но после того, как подрался с каким-то хулиганом и совершенно случайно, неосознанно, как он говорил, нокаутировал его с апперкота, ему, в общем-то, посоветовали идти в боксерский зал. Что он и сделал, я думаю, не жалеет. Сейчас он, напоминаю, топ-боксер этой весовой категории. Так и наш интерпостал. Ну, понятное дело, кто сегодня одержит победу, укрепит свои позиции в рейтинге. В то же время, кто проиграет, я думаю, вылетит из десятки. Прилетел в Украину в воскресенье, буквально за четыре дня. Ланди. Это не совсем правильно. Мог он не успеть просто-напросто адаптироваться к смене часовых поясов. Оу, хороший удар от Костола. Сильно заигрался американец и поймал его левым боковым дважды. Украинец. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, а тем временем у нас чемпионские раунды начинаются. В хорошей кондиции подошли оба боксера к этому поединку. Так вот, если возвращаться все-таки о том, что Оланди приехал поздновато в Украину. Нужно было раньше, дабы успеть адаптироваться, акклиматизироваться и так далее. Но это было связано с тем, что Оланди был занят в Америке. Оу, левый прямой, неожиданно от него проходит. По столу его прочувствовал. Так вот, Оланди был занят в Америке тем, что комментировал бокс на телеканале СПН в Америке. Он не только боксер, но еще и комментатор. И, в общем-то, отчасти занимается организацией боксерских вечеров. Хорошо сейчас Хостел показал, что будет бить в голову, пробил в корпус. На, привязывай руки! На, привязывай руки! На, привязывай руки на живот, на живот, на живот! Опасно, опасно. Сейчас Постел отходит по прямой назад, откидывая голову. Хорошо, что пролетает все мимо, но что будет, если достанет на скачке? Да, ну и снова, кстати, вспоминаем о том, что Американец у нас Амби Декстер. Который раз он уже меняет стойку, сейчас он снова Левша. Даже на разных сайтах разная информация о нем. Где-то пишут, что он правша, где-то, что он Левша. Все уже запутались. На самом деле он просто Амби Декстер. Таких людей очень мало, тем более боксеров, которые хорошо себя чувствуют, как Левша, так и правша. Левша. Хорошая комбинация, селезенка, голова. Да-да-да, тут клинчи уместны достаточно. В этом поединке хороший десятый раунд. Ну и теперь с уверенностью можно говорить о том, что выиграть этот бой Американец может только досрочно. Быстро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрим, что поменяется в этом противостоянии. Постал уже знает, что делать и как противостоять американцу. Но однозначно стоять перед ним не нужно. Быстрые руки, многоударные комбинации в его исполнении всегда опасны. Сейчас они у него редко проходят. Только лишь тогда, когда Постал останавливается. В 2006 году начал свою профессиональную карьеру американец. За это время, напоминаю, провел 25 поединков. Ну а Виктор Постал начал карьеру в конце 2007-го. И у него за плечами 21 победа. Без поражения идет украинец. И очень близок он уже к поединку за звание чемпиона мира. Напоминаю, он третий по WBC. Завоевав этот пояс, я думаю, он еще подымется в рейтинге. Но это версия, по которой он идет стремительно. Очень-очень непростая. Там чемпионов у нас Дэйни Гарсия. Очень сильный паренек, который недавно нокаутировал Эрика Моралеса. Нокаутировал Амира Хана. Временным чемпионом там является Лукас Матис. Астралий, аргентинец, простите. Вот сейчас, кстати, пропускает Постал справа. Но это не останавливает американца, который идет вперед и пытается навязать размен. Он не нужен Посталу, и он правильно делает, что клинчует. Заволновались девушки в рингсайде, просят быть его аккуратным. Вот Дэйни Гарсия, на которого может выйти Постал. И тоже есть уже разговоры о том, что это может произойти уже в этом году. Он еще является чемпионом мира по версии WBA. Сладят два пояса у него во владении. По IBF у нас Ламон Петерсон, американец в чемпионах. Воу, очень жесткие удары сейчас выбрасывает, как танк прет просто Генри Ланди. Нужно быть очень внимательным, действительно. Вы видите, что творит американец. Хорошо, что он начал это только в конце поединка. Но все это показывает, что он все еще опасен. Сил у него осталось достаточно, и план на бой у него был. Доставить энергоресурсы на концовку поединка. Я думаю, что 12-й раунд нас ожидает жаркий. Особенно жаркий для Постала. Так вот, Петерсон у нас по IBF чемпион. Будет боксировать скоро, кстати, с Забом Джудой по WBO. Его Величество Хуан Мануэль Маркес. Тот самый Маркес, который вырубил наглухо Мэнни Пакьяо. И сейчас пока что неизвестно, с кем он будет боксировать. Ну и Тимоти Брэдли. Итак, финальный раунд. Поединка за звание. Тот самый Брэдли, который недавно боксировал с Русланом Проводниковым. Заработал там сотрясение мозга. Но у нас финальный раунд. Вы слышите поддержку зрителей, которые протянулись. И сейчас эта поддержка очень нужна Постолу. Очень активизировался у нас американец. Нужно быть внимательным. Победа по очкам уже в кармане у Постола. Тут ее нужно просто не упустить. Очень активно идет вперед американец. Жмет, поддавливает, прессингует. И вот эта вот манера отходить по прямой, оттягиваться, конечно, сейчас. Постолу больше приносит урон, нежели дивиденды. Вот сейчас хороший удар на встречу. Правый прошел. Да, тяжело сейчас оберегаемся, дотянуться до нашего Виктора. Все-таки на ногах сейчас хорош-хороший украинец. Главное, чтобы так все оставалось до финального гонга. Дал зажать себя в углу, а Виктор вышел все-таки из неудобного положения. Последняя минута этого поединка. Не так много осталось. Хорошая комбинация. Множество ударов поймал на себя Ланди. Еще. Ну и вот, наконец-то зрители просыпаются и поддерживают Постола. Последние секунды. Активизировал Соланди. Идет вперед. Размашистые удары. Хорошо, превосходно сейчас на контратаке ловит. Навстречу соперника украинец. Последние секунды поединка. Шквал просто атак сейчас от американца. И гонг все-таки заканчивает этот бой. Генри Ланди вскакивает на канаты, победно поднимая руки. Не знаю, на что он рассчитывает. Может, он просто доволен, что, в общем-то, продержался все 12 раундов. Но на победу ему рассчитывать, я думаю, не стоит. Да, он молодец. Дал действительно бой. Хороший парняга, хороший боксер. Но Постол был сильнее, согласитесь. Об этом говорили судейские записки после 4-8 раундов. Но я думаю, что все-таки нам стоит дождаться официального отглашения результата и узнать, какой там счет. А тем временем я напоминаю, что это был вечер бокса от компании Elite Boxing Promotions. Киевская компания, которая всегда открыта для новых боксеров, для новых проспектов. Они всегда ищут интересных боксеров. Постоянно проходят просмотры. Так что, если кто хочет стать профессиональным боксером, милости просим. Пока мы ждем официального отглашения результата, напомню, что у нас по украинцам в этой весовой категории. Апостол у нас занимает самые высокие позиции. Напоминаем, третий по WBC. Владимир Кровец, украинец, у нас 15-й по WBA. Сергей Феченко у нас 5-й по WBO. Ну, Андрея Котельника уже нету в пятнашке по всем версиям. Пока что непонятно, будет ли он продолжать свою карьеру. Но у нас уже все готово для оглашения результата. Итак, судья Даниэль Ван Девиль. Судья Эса Летесари, Финляндия. И единогласным решением судьи в этом поединке завоевывает титул интернационального чемпиона украинец Виктор Пост. Да, ну я суд, думаю, выступите по реакции. И тут все понятно. 116-112, 116-113. Такие судейские записки у судей. Таким образом, новым владельцем пояса WBC Интерконте становится Виктор Постал. И он укрепляет свои позиции в рейтингах. И я думаю, даже поднимается. Скоро мы об этом узнаем. Дождемся анабления рейтингов всех организаций. И еще раз напоминаю, что есть шанс уже в этом году Виктору Посталу побоксировать за звание чемпиона мира. Дени Гарсия или Лукас Матис, кто это будет, мы не знаем. Главное, чтобы этот шанс появился. Будем ждать этот поединок и будем надеяться, что Украина пополнит свой актив чемпиона в профессиональном боксе.